всем привет решила записать такое спонтанное видео для того чтобы поговорить в рамках этого видео поговорить о вопросах родовой системы и хочу с помощью таро рассмотреть вот интересно что же скажет колода что такое родовая система глазами колоды глазами системы таро вообще 2 это тоже система и вот интересно как эти две системы друг друга видят рассматривают в частности как таро трактует и интерпретирует вопросы родовой системы и хочу с вами поговорить вообще на эту тему тема невероятно интересная очень ресурсная и сейчас на канале 22 карата закрытый канал где уже без ложной скромности можно сказать что происходит обучающий интенсив мы затрагиваем тему личностной системы и вот в данный момент сейчас модуль который касается родовой системы мы рассматриваем себя конечно же в первую очередь да и человека как личностную систему которая вышла из более больших систем в частности родовую систему и смотрим также глазами архетипа совершенно неважно имеете ли вы представление архетипах таро не важно являетесь ли вы тарологом или вы обычный человек который очень далек от этого вообще всего это не имеет значения та информация которую вы получаете на этом канале она доступна для каждого вот вы возьмете для себя ровно то и ровно так насколько вы сейчас способны это сделать и то что я рассматриваю какие-то вопросы через архетипы это всего лишь для определенного удобства да все архетипы они нам ясны по умолчанию и особой сложности не для кого это не составит поэтому вы можете в любой момент подключиться к этой программе в любой момент можете покинуть программу формат подписка поэтому полностью вы управляете этим процессом подписывайтесь оплачиваете и получать информацию не хотите останавливать эту подписку все общение обратная связь через комментарии можем обсуждать и темы которые интересны именно вам эти вопросы которые беспокоят и интересуют именно вас поэтому для дополнительных вопросов пишите в личку ну и собственно да вообще для того чтобы подписаться нужно писать мне в личку и что же такое вообще родовая система для того чтобы нам понимать себя да я вот скажу что хочется сфокусироваться вот именно на этом аспекте насколько я вижу и понимаю насколько это максимально может быть ресурсно для человека вообще тема родовой системы рода предков да именно для того чтобы узнать еще лучше познать себя чтобы разобраться со своими какими-то да внутренними процессами и в общем то еще глубже проникнуть в суть собственной личностной системы и в основном я считаю нужно работать именно в этом направлении да потому что такое богатство на вот навыков опыта знаний которые содержатся в нашей родовой системе это колоссальный вообще просто массив как всего информации судеб и этим можно с этим можно соприкоснуться да и не хочется говорить что ведь можно пользоваться потому что здесь речь идет не совсем потребительских до каких-то моментов мы все-таки не в супермаркете да и не в магазин пришли мы очень бережно учился вот по крайней мере я стараюсь передать знания которые обучают вас максимально бережно экологично соприкасаться с энергией родовой системы там очень много энергии и вы знаете любой человек вот я это проделала даже с людьми которые максимально скептически настроены к эзотерике каким-либо практикам духовным глубинным до самопознающим там и так далее когда даешь человеку правильную настройку если он действительно готов они просто делают вид всегда любой человек независимо от своего отношения к данному вопросу чувствуют на физическом уровне определенный прилив дарку приток и никак иначе кроме как приток энергии назвать это ощущение невозможно и в общем так или иначе все все равно к этому определению к этой формулировке приходят потому что буквально физически мы ощущаем о чем это говорит о том что соприкосновение с энергией рода это может стать открытием себя вообще и своей жизни своего жизненного сценария совершенно в новом формате и вы можете из этого огромное количество получить ресурса до закрыть свои это там вопросы и что это называемые потому что истории ваших предков они могут максимально вам высветить и распаковать массу тех вопросов которые возможно вы имеете внутри себя не то что вот вы прям ходите с этими вопросами мучаетесь а ну просто они по умолчанию вот существует мы наследуем мы являемся частью своего рода мы содержим в себе всю эту информацию о нашей родовой системе ну просто даже если знаете немного выйти из эзотерической плоскости и поговорить об этом буквально да фактически но я думаю что у каждому же здравомыслящему человеку понятно что рождаясь в этот мир в своем физическом теле мы очевидно наследуем некоторые составляющие как минимум наших родителей наши родители в свою очередь там своих родителей те своих родителей и так далее так далее так далее ну надеюсь это понятно но то же самое происходит и на энергетическом собственном уровне мы являемся частью нравится нам это или нет мы являемся частью огромном огромной родовой системы до элементом и у нас есть своя в этом смысле история дамы вписаны здесь уже сейчас мы существуем в это огромные летописи и книги жизни этого увлекательно очень интересно и самое главное что это буквально я уже сказал физически наполняет даже энергетически это можно почувствовать это открывает огромный потенциал наши ресурсы потому что в родовой системе как я уже сказала содержится огромное количество знаний талантов способностей навыков уже наработанный опыт существует и так как мы содержим в себе все это значит это содержится и в нас и при желании при правильном подходе мы можем в себе найти все что угодно распаковать себя и так что же такое вот вообще в целом родовая система интересно давайте вот будем с вами смотреть и рассуждать пятерка пентаклей кстати на дне колоды очень интересно ресурсный кризис родового ресурса так скажем что же такое вот вот смотрите обожаю таро просто потрясающий конечно инструмент и здесь у нас с вами сразу появляется это туз кубков туз чаш надеюсь что у меня не бликуют не отсвечивает вот туз чаш и как мы можем сразу первое что приходит сказать что такое родовая система в целом это источник это нескончаемый неиссякаем источник энергии и самое важное так как у нас здесь масть чаш это крови энергии крови и энергии крови по отдельности это та вода откуда вышел каждый из нас и выходит каждый из нас и как мы все прекрасно знаем кто хоть как-то и когда-то учился в школе да мы все прекрасно знаем то самое фундаментальное предположение о том что жизнь появилась масть из воды и здесь мы имеем туз кубков да это масть воды как подтверждение того что расклад это в общем-то буквально подтверждает то есть как та самая вода из которой вышла первая жизнь точно также родовая система сама по себе является той водой той средой тем источником из которого вышел каждый из нас это источник это благословленный и благословляющий источник который максимально связан с нами да потому что это опять-таки масть воды туз кубков вода это то что максимально с нами связаны и самое главное бессознательными процессами то есть это то что содержится в нас то есть чего состоим мы и и в общем то и мы тоже являемся частью этой системы да так же как вот вода насколько она пропитывающая до впитывающая и насколько она вообще гибкая как структуру да как как стихия вот точно так же да и родовая система это то что пропитана ею все буквально в нас а имеется также и мы являемся составляющей этого систем источник вечный источник содержит содержащий весь потенциал весь ресурс наш да вот этот такой водный но имеется ввиду что это эмоционально чувственная сфера кровь это то что нас связывает это не плоть уже даже да здесь имеется ввиду а это именно то что проистекает и то что постоянно бесконечно циркулирует вот что такое родовая система это не про физическое наследие нам говорит таро это больше про кровь про вот это вот переливание да про слияние про всевозможные связи стечения которые вообще возможны внутри то есть буквально источник жизни вот что такое родовая система слушайте у меня мурашки побежали система это ну тут потому что та позиция тот вопрос который я задумала под следующую карту у меня сейчас просто буквально шокировал своим буквальностью и прямотой ответа да второе это удивительно конечно инструмент вот сама родовая система как источник да вот как жизнь как вообще само течение возможность течения жизни каждого из нас берет свое начало в родовой системе сама эта родовая система она содержится тоже внутри каких-то других больших систем и здесь буквально таро отвечает в лоб внутри каких внутри материальных конечно же систем внутри жизни буквально и физическое материальное которое в каком-то смысле ограничивает в другом смысле даже до среда она дает максимум возможностей она дает максимум ман для маневра для реализации именно физической материальные да для того чтобы воплотиться здесь в этой жизни для того чтобы буквально на физическом уровне что-то сотворить сделать максимально творческая энергия жизненная материальная вот огромная как система и вот внутри этого содержится родовая система надо сказать что в этом раскладе сразу конечно бросается в глаза то что вот то как я сформулировала до саму суть темы этого расклада о том что такое родовая система да вот я решила старо побеседовать вместе с вами да на эту тему и сразу же да вот как родовая система могут скажем от лица каждого из нас да вот мы смотрим на эту тему вот так я предлагаю вам смотреть но при этом обобщем что такое родовая система не ваша лично а вообще в целом да видите 2 здесь сразу еще ставит так очень важный знаменательный акцент на том что вот то как я это сформулировала это в объеме несколько меньше чем вот сам весь материальный мир вот наша вселенная как материальная природа вот если мышь масштабы сравнивать да что больше то вот мы говорим о том что родовая система находится внутри материальной природы этого мира этой жизни этой вселенной вы понимаете надеюсь вот номинально вот номинально материальный мир который здесь внутри которого содержится такая сама родовая система как система больше объемнее в разы он более глобальным вот такая вот интересная штука что именно материальная природа именно материальный мир именно то что есть на физическом плане это что может быть проявлено именно внутри этого существует сама родовая система и внутри этого она может быть реализована воплощена да вот смотрите как интересно потрясающе просто и она действительно слушайте потрясающий такой расклад вообще бомбически вот я решила просто записать вот что называется знаете это был экспромт и он такой крутой получается вот опять же та позиция которая для этой карты задумала динамики расклада это о том что то насколько насколько родовая система может быть проявлено вообще сила вот сила влияние родовой системы насколько она может быть материальным да то есть вы поймите это сейчас не про деньги я имею ввиду материальное дай а я имею ввиду вот физическим то есть насколько она может не в голове в нашей не в чувствах не в интуиции проявиться вы проявиться каким-то буквальным да практическим смыслом и видом и здесь архетип маг до карта маг который говорит о том что максимально материальная сила вот именно родовой системы то есть она буквально является источником знаний навыков таланта даров способностей и способности к материализации в том числе то есть родовая система это тот источник из которого мы получаем в общем-то текучесть и возможность вообще своей жизни и и сообщаемся между собой при этом очень сильно и жизнью самой тоже в том числе да и отсюда же выберем целиком наше формируется здесь сознание и из этого сознания да мы выносим то что мы знаем то что мы чувствуем то что мы хотим это что мы делаем и все вот понимаете все отсюда потому что архетип маг он о чем говорит в смысле да насколько материальная сила родовой системы да она материально настолько насколько человек захочет насколько он ее применит насколько он ее используют и вот каждый из нас имеет этот шанс буквально реализовать и превратить эту силу родовой системы во что угодно вот в то во что он хочет ее превратить я во что он ее материализовать хочет вот в то она и материализуется но ведь маг это кто такой этот человек который волей своей творит свою реальность да и он обладает достаточным количеством навыков знаний да всего и талантов и дарования способностей да и самое главное ему это все сложить и просто привести в действие провести эту энергию и другими словами говорят о чем говорит расклад о том что задача каждого из нас просто не то чтобы знаете вот я не хочу сейчас говорить о том что каждый что-то должен там не об этом речь да не хочется должен проваливаться о том что мы так и так несём в себе энергию и силу своего рода но вопрос насколько мы это выкрутим да насколько мы захотим это этим воспользоваться осознанно да насколько мы захотим это как-то вообще реализовать проявить обнаружить в себе даже до для начала здесь много факторов играет да мы имеем свободу воли в этом смысле говорит нам здесь маг каждый из нас имеет но при этом согласитесь да как я уже сказала ранее грех не воспользоваться всеми теми навыками знаниями опытом талантами да и всем наработанным нашими предками то что вот содержится в информационном поле нашего рода до нашей родовой системы мы можем стать буквально проводниками этой силы говорит здесь карта маг и если вот мы рассматриваем до понятие что такое вообще силу рода и так далее да то вот это расклад он говорит что это буквально может стать силой магической силой но вы сейчас услышите только правильно да я не говорю о том что все в гарри поттеров должны превратиться магические я имею ввиду в смысле творческой творящей жизненной силы да это как маг может по решению свою своему и по взмаху своей волшебной палочки что-то создать материализовать что-то до провести энергию в материю точно так же вот в контексте этого вопроса каждый из нас маг который может при своем желании да при своей воле на то все вот эту энергию информационного поле родовой системы да он может протянуть это сюда в материальный мир помню у нас маг он всегда стоит в жести да вот в этом соединяющим что вверху то внизу да помните и поэтому там да и за и змей опоясывающий мага да говорит нам о том что бесконечность этих процессов мы можем говорить здесь о вращении о реинкарнации вот этих попыток когда каждый приходит из своей родовой системы со всеми инструментами со всеми способностями и возможностями и только он сам для себя решает в этом материальном мире что именно он будет проявлять здесь какие именно до свои вопросы и чем именно он будет пользоваться именно из родовой системы в качестве способов решения своих вопросов очень надеюсь да понимаете это потрясающе интересный здесь получается распад более того что до к вопросу материализации этой силы она может стать основной движущей силой жизни человека вы его часто услышите да я ни в коем случае знаете не хочу сказать я вообще против чрезмерности до в любых вопросах вот я не хочу сказать что надо теперь только этим жить там да нет конечно жизнь многообразно точно так же как мы многогранные но определенный этот расклад до учитывая что здесь туз а здесь маг то есть это да 11 мы говорим о том что это то что может развиваться да то что может стать очень большим источником именно ресурса да вот родовая система на материальном здесь мире в нашем она может стать очень большим подспорьем да вот о чем говорит этот расклад то есть из серии да зачем изобретать велосипед когда он изобретен уже давно ну до нас и мы можем просто взять это да и просто при протянуть сюда в этот свой материальный мир свою реальность каким-то образом активировать это оживить это и воспользоваться этим то есть стать проводником для этого для этого навыка для этого знания или информации вообще да маг понимаете то есть буквально потрясающе так ладно следующий вопрос давайте продолжим буквально знаете вот из общих таких да хочется спросить насколько вот сами предки как вот ну как сказать как образы людей до тех кого вот мы еще застали тех кого мы помним знаем любим я имею из ушедших в иной мир наши предки до представитель нашей родовой системы насколько они участвуют вот в тех вопросах когда мы обращаемся к родовой системе да то есть я что хочу спросить насколько персонализирована да вот это наше общение с родовой системы вот что мне очень интересно смотрите-ка здесь у нас с вами выпадает колесо фортуны очень интересно что идут такие знаете старшие арканы ну что же здесь хочется сказать нестабильная история да то есть однозначно сказать что да это персонализировано нет но в то же время сказать что нет это не персонализировано по колесу фортуны я бы тоже не стала я думаю что здесь существует некая какая-то цикличность да какая то есть может быть не всегда понятная рандомная какая-то история лотерейная то есть когда и серии кто смог кто захотел так тот пришел но что-то вот такое да имеется ввиду тот откликнулся но все равно у этого наверняка есть какая-то системность да то есть какой-то смысл все равно в этом заложен сейчас вы знаете немного хочется поразмышлять над колесом фортуны потому что все равно вот в колесе фортуны есть вот это знаете энергия некой непостижимости да вот то есть это про те процессы которые в нашей жизни происходят и мы никак не можем своим сознанием это охватить и вот я все равно в большей степени эту карту здесь как ответ на свой вопрос да считываю именно в этом ключе что персонализирована для нас в отклике это родовая система или нет наверное наше сознание вот человеческое но вместить на себя не может я думаю что эта карта здесь говорит о том что когда мы обращаемся к родовой системе как таковой просим покровительства защиты помощи или еще какие-то ответы на свои вопросы скорее всего вот то как мы себе представляем это взаимодействие наши в своей голове в человеческой с линейным сознанием и так далее она скорее всего в реальности не так происходит и я вот сейчас потоково да вот колесо фортуны считают здесь именно в таком ключе что все возможно вообще иначе происходит чем мы думаем об этом да и как она все устроена вот в таких глобальных масштабах мы можем себе только рисовать все серии на уровне воображения да но как она на самом деле совершенно не факт да что вот наше представление об этих процессах что она вообще имеет хоть какое-то соприкосновение с реальностью вообще не факт и видимо все таки да есть скорее всего какой-то срок давности да я бы еще так сказала вот если мы рассматриваем как персонализированную форму взаимодействия с системой рода здесь расклад говорит о том что там есть какая-то у них видимо своя тоже схема да то есть какой-то срок давности в общем как-то время привязано еще к этому то есть наверное доступы к нашему миру либо открываются либо закрываются то есть они не всегда открыты закрыты на распашку да или на засов скорее всего здесь есть некая да какая-то схема которая наверное нашему сознанию просто недоступна ну не знаю там и серии в какое-то время года одни могут приходить как-то участвовать другое время года другие но я вот грубо еще сдал утрированно говорю наверное срок давности ухода да и жизни тоже здесь каким-то образом имеет значение но также знаете вот ведь в этой колоде на колесе фортуны здесь как прял когда фигурирует и мы можем говорить о том что это отсылка к нормам на к тем кто придет судьбу человека и здесь наверное родовая система все-таки в большей степени работает как вот сейчас такую тонкую скажу вещь мне кажется тут больше даже об этом глубине суть этой карты здесь и и появление о том что это ну как формула судьбы некой человек и здесь несколько важны персоны да не сколько важен кто там стоит да вот за вот этой вот формулировкой родовая сила или родовая система здесь скорее важнее то что это в общем то становится судьбой нет на что это так и есть да и здесь если вот пути даже психологическую плоскости начать об этом рассуждать но ведь это так и есть да ведь гены не сотрешь и кровь не водится как говорится да и характер который мы наследуем до наши какие-то поведенческие принципы и стратегии которые мы также зеркалим да с помощью зеркальных нейронов от нашей родовой среды и системы семейной там или от родителей неважно да но ведь это же очевидный факт это становится да как говорится характер это судьба это становится в конце концов судьбой и здесь мне кажется что вот колесо фортуны она больше даже об этом том что неважно какие лица стоят до за этой формулировкой важно то что в конце концов это важно не своими лицами не именами да каким это а это важно тем что в конце концов это повлияет на саму судьбу да и это становится в общем-то нитью и все равно нас это связывает со всеми и с каждым независимо от того давно человек ушел из этого мира или недавно да насколько он нам был близок нравился неважно мы с ними связаны да с помощью этой вечной связи нити которая называется в общем-то наши родовые системы вот как-то так здесь рассказывают таро а вот интересно вы знаете один из таких тоже вариантов о котором я слышал от коллег своих да о том что родовая система может быть настроена недружелюбно например мсти человек интересно вот этот вопрос ну здесь королева кубков вы знаете я бы считала это как нет вот я бы считала королеву кубков с шестеркой мечей вот в этой именно паре я считала это как заблуждение да о том что на самом деле все не так и о том что обиды когда мы совершаем вот этот вот переход да вот проходим эту инициацию точнее порог смерти например да мы мы лишаемся ну каким-то образом лишаемся тех чувств эмоций и обид и впечатлений которые мы здесь набирали в своем земном пути это видоизменяется это становится каким-то другим и и обиды вот в том смысле как человек как мы люди это понимаем там скорее всего не существуют и поэтому говорить о том что родовая система может каким-то образом вредить обижаться я бы сказала что нет возможно есть какие то там давайте еще одну достанем да нет умеренность понимаете нет вот как раз там все уже да внутри вот этой вот да всей системы родовой там уже все в балансе там все уже в общем котле все это смешивается да и превращается уже ну превращается во что-то другое в какой-то другой форме рождается где все имеет свое место свое значение да и если например при жизни вы имели там с кем-то какой-то конфликт да или вы например считаете что вы там что-то делаете не так и поэтому родовая система там на вас каким-то образом обижена или еще такой распространенный вариант когда вам кто-то это сказал что родовая система заточила на вас зуб ну например просто знаете что нет здесь вот расклад он говорит о том что там все иначе и там нет таких умозаключений которые здесь существуют в этом земном плане да вот здесь в рамках этого материального мира где мы обусловлены очень многими да такими совершенно не вечными какими-то вопросами там все иначе и те и думаем мы там иначе да и видите там все получается что обретает свое место и смысл там все становится уместным там все приходит в баланс в равновесие в гармонию и из этого можно сделать вывод что ну то что мы здесь себе придумали да что мы какие-то не такие например что рот там на нас обижен или что рот это что-то такое злое скорее это что-то из области наших до глубинных каких-то обид неустроенности до какой-то нашей внутренней неспособности своим умом сознанием вообще охватить это то есть но проекция до простыми словами говоря если нам нами воспринимается родовая система как какая-то карающая наказывающая контролирующая то это говорит о том что это скорее наших и внутренние проблемы чем действительность да потому что наша невозможность невозможность выйти из собственных каких-то до эмоциональных ловушек а там все совершенно иначе так вот интересно еще знаете что хотелось спросить а при этом да но я уже спросила насколько материально может быть сила рода да ну вот все таки хочется спросить а насколько они могут проявлено помогать да вот родовая система насколько она может проявлена смотрите аркан справедливость который говорит о том что может может помогать и может на самом деле здорово помогать но все будет по чесноку все будет по справедливости не удержалась очень захотела сказать по чесноку все будет четко все будет взвешено и особенно мне хочется вот в свете этого аркана выделить следующее как вы к родовой системе так и она к вам то есть принцип обратной связи мы здесь не будем терять и взвешиваться здесь определенно будет решение помогать вам или нет заслужили вы это или нет по справедливости ну знаете да вот как вот эта история с такими лицемерными людьми религиозными да которые живут по одним законам да а чуть что там да бегут сразу молиться плакаться просить каяться и так далее да потом все налаживается они опять дальше живут да вот то есть как и жили да ну вот есть такая же история со всеми абсолютно явлениями то же самое есть с родовой системы то есть в основном ну мы люди так устроены да это не к тому что я сейчас это осуждаю мы все так устроены я такая же да мы все люди одинаковые нас пока у нас даже поговорка есть да пока петух жареный не клюнет в одно место да то есть пока гром не грянет и так далее знаете продолжение этих поговорок мы все так устроены и в родовую систему мы приходим тоже очень часто да под пинками и под давлением жизненным когда уже другие двери нам не открылись да когда мы ищем выход из сложных ситуаций жизненных каких-то да мы сразу мы кидаемся во все двери сразу и в конце концов и до рода доходим уже и рот чистим уже чуток когда готовы почистить все пиво еще всю планету готовы перемыть как перечистить вот хлоркой прям до чтобы лишь бы себя там от чего-то отвести спасти что-то в себе исцелить решить но неважно распаковать вот этим грешим мы многие люди мы этим грешим скажут вот так вот даже от лица всех ну согласитесь мало кто с благодарностью спешит обращаться неважно в религию в рот или вообще даже друг другом и люди не очень любим благодарить да благодарность это как будто что-то вот само собой разумеющуюся ну хорошо же так и надо да очень акцент большой идет на негативное видите мы очень часто забываем вот это равновесие когда мы бежим к роду своему мы забываем а мы ему что мы ему зачем а рот здесь видите помогать он может но не всем подряд далеко не всем подряд и вот здесь да ну я конечно была более оптимистично настроена точно так же в противовес как я говорила да что за ерунда рот никого не карает да там не мстит никому да и это более-менее да в определенной форме подтвердилось но мне казалось что также насчет помощи конечно помогает думаю я да видите оказывается архан справедливости который говорит о том что помощь от рода она беспристрастная и из-за красивой глазки она не придет она придет в качестве обратной связи более того она будет уместна своевременно и она будет решаться и на кармическом уровне в том числе то есть здесь тоже знаете про то что не то что там рот такой сидит типа и решает там ты хороший ты плохой тебе помогаем тебе не помогаем нет это еще будет уместность в плане вообще целиком вашей жизненной картинки да насколько это вообще будет не навредит ли это вам да вот простыми словами говоря такая помощь и возможно отсутствие помощи это тоже помощь в некоторых ситуациях там надеюсь услышали но при этом при всем да там какое-то происходит обсуждение а вот интересно как это решается как это происходит в собрании там происходит или что так однако они смотрите две две семерочки смотрите семерка чаш и семерка пентакль и и здесь происходит не то чтобы вот они прям собираются и садятся там с графином воды да и вот значит заседание устраивает нет здесь идет речь о том что это все на информационном уровне у всего есть рассматриваются текущие процессы я бы даже сказал на самом деле в большей степени и по многим сферам рассматривается потенциал насколько вообще нужно вам помогать к чему это приведет да во что это может вырасти во что это может вылиться видите они еще такие не очень-то спешат это делать да и смотрят больше вот они как будто бы больше заинтересованы в потенциале в процессе и я думаю что здесь есть скорее всего знаете что вот идет вот ну вот чисто из потока идет что это не то что вот они кружочком садятся а есть какой-то наблюдающий механизм есть знаете смотрящий и выносящий из жизни да выносящий рассматривающий вообще что мы здесь делаем по плодам короче нашим и все это рассматривается как-то видимо в зависимости от того в какой сфере нам нужна поддержка и помощь видимо так они и рассматривают рассматривают по жезлу да рассматривают в потенциале интересно да да так ладно родовая система родовая система что еще спросить ну в общем то я конечно все интересующие себя вопросы задала да да вот как до взаимодействовать максимально корректно и экологично интересно смотрите-ка интересно интересно максимально экологично туз мечей четверка кубков и башня сдается мне что максимально экологично мы можем ну в принципе это разумно мы можем взаимодействовать через принцип до своих ментальных возможностей то есть мысли да ну конечно нам надо найти какой-то вот этот вход да в соприкосновение вот с этой силой то есть нам надо сначала конечно решить этот да ребус нам сначала нужно себя подвести к этому затем нам нужно несколько расширить свое восприятие да вот здесь очень важно что этот расклад показывает о том что видимо не всем людям доступно для сознания вообще для возможности ума не слишком доступно вообще вот это все прочувствовать да вступить с этим в контакт но на самом деле видимо не всем это и нужно действительно делать да я думаю что здесь еще и про это расклад говорю что определенно здесь у человека должны быть определенным образом настроена ментальная часть да определенным образом психика должна быть настроена потому что здесь очень важно еще да вот этот порог перейти когда ну вообще испытывать какое-то влечение к этой теме интерес к этой теме связь вообще с этой темой да потому что очень многие люди элементарно не чувствуют связи даже со своими близкими живыми родственниками не то что там да уже когда-то жившими там с предками и здесь расклад скорее всего вот об этом потому что сначала нужно быть ну как бы скажем предназначенным для этого да вот как я задала вопрос как максимально экологично да корректно взаимодействовать и расклад говорит прямо сначала нужно быть для этого посвященным в это для этого вообще существующим да то есть иметь определенные настройки в себе уметь это чувствовать соприкасаться с этим да вот эти сигналы улавливать вообще слышать это в себе чувствовать да на уровне вот этой интуиции да определенно должно быть расширено сознание как взгляд как восприятие для того чтобы вообще выйти за рамки каких-то косностей да каких-то догм каких-то ограничивающих убеждений но потому что действительно чтобы работать с такими тонкими структурами как та же самая родовая система необходимо ну очевидно необходимо иметь определенные настройки интеллектуальные в том числе ну и интуитивные и вообще ну я считаю что такие темы они должны по-настоящему нравиться то есть человек должен по-настоящему чувствовать нисколько знать да здесь даже вот расклад он говорит здесь дело не в том что образование нужно книги это тоже нужно но в первую очередь необходимо быть включенным вообще в это в эту энергоструктуру да то есть тем человеком который все равно имеет определенные настройки для этого второй момент да это умение воспринимать и чувствовать больше да вообще смотреть в это и не пропускать это чувствовать эту связь потребность необходимую да и конечно у человека должны быть явно допуски за выход для выхода за материальный мир да за материальную вот эту природу в рамках которой существует вообще родовая система как таковая да за нашу материальную вселенную то есть у человека определенным образом должна работать кукуха ха 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 мне очень нравится в этой колоде еще башня она буквально как голова да и расклад прекрасно здесь нам демонстрирует как экологично взаимодействовать всем не надо ли в эту тему лезть да определенно особенно вот так просто побаловаться поиграться не нужно потому что здесь будут раскрываться и распаковываться большие энергии значимые энергии и идти во взаимодействие с родом необходимо максимально осознанно потому что здесь явно будут большие изменения трансформации определенно да и вот и чтобы экологично взаимодействовать это все нужно понимать и нужно быть готовым к тому что да очень многое окажется не таким как мы об этом думали вообще вот как то так так ну давайте по той же теме в общем то да спросим насколько блин что же спросить то еще сейчас послушаю пространство слушайте я хотела знаете просто ну такое баловство сидела думаю да я запишу вечер уже и света толком нет подходящего просто хотела вот записать такой знаете играющий расклад самой просто стало интересно аналитический и вот настолько неожиданно он вдруг распахнулся а вот я хотела спросить насколько реально та история что да души перерождаются на постоянной основе в рамках родовой системы смотрите-ка шут ну вы знаете вот смотрите я читаю это так шут но все таки да ничего не бывает в этом мире просто так и шут здесь конечно можно прочитать как все равно да некая некий способ обновления да но вот смотрите здесь тут жезлов дополнительно да я достала все таки я думаю что это не регулярная история то есть не обязательно да это возможно у этого должна быть некая необходимость да форма необходимости да у этого должен быть соответствующий импульс но все таки да тус и шут я считаю это как некий необязательный нерегулярный формат видите вот посмотрите да и паш кубков но все таки да есть какие то еще взаимосвязи которые в этом процессе работают и которые в общем то это все определяют в рамках какой до родовой системы родится человек вот я я считаю да что вот эти карты они говорят о том что не обязательно это не не обязательно что вот одни и те же люди да души у этого должны быть предпосылки и все таки новые души да тоже приходят в зависимости от необходимой работы да какая задача ложится на человека когда он проходит через ту или иную родовую систему в эту жизнь да вот смотрите здесь как получается мы рождаемся да наша мать это тот проводник в материальный мир да в который мы заходим благодаря матери и в зависимости от взаимосвязи нашего собственного кармического опыта да кармического опыта родовой системы через которую мы зашли да все это объединяется да и получается нечто общее и общая работа наша слаженная да ну как правило у человека наши кармические уроки и задачи они идентичны родовым но мы специально да так заходим ну чтобы знаете не было 348 задач да на каждом дне а чтобы все таки была логика и смысл нашей жизни да как правило они очень ну они похожи идентичны так или иначе они перекликаются и когда каждый человек решает свои собственные задачи делать свою работу в этом мире да выполнять те задачи для которых он в этот мир пришел в ту или иную систему да семейную или родовую вот тогда когда да вот он все все это начинает делать да то автоматически остальные задачи его тоже решаются понимаете то здесь больше имеет значение вот именно наверное да вот это вот сочетание да импульса который ведет человека в это воплощение в этот мир и уже в зависимости от его собственных задач выбираются те родовые системы или семейные системы в которых да его задачи максимально засияют благоприятным образом да и он сможет и себе помочь и роду помочь короче все зависит от этого от того насколько взаимовыгодны друг другу да люди и родовые системы вот душа имеется ввиду насколько выгодно взаимовыгодны друг другу душа и родовая система та или иная вот это в общем то и является определяющим фактором да не обязательно что в рамках одной родовой системы рождаются одни и те же души не так это короче работает насколько я понимаю этот расклад потому что по большому счету видим мы все да так или иначе представители одной большой системы все родовые системы сливаются в одну большую да которая в общем то в конце концов имеет проявленную форму в этом материальном большом мире да вот как то так родовая система с нами вот так как то взаимодействует надеюсь вам было интересно еще раз напомню давайте закончим логично возьмем совет всем нам от родовой системы как таковой и пусть он будет общим смотрите какая потрясающая здесь карта это девятка жезлов эта карта говорит о том что действительно на нас имеет большое влияние опыт наших предков и он влияет на то как мы мыслим на то как мы действуем на то почему мы хотим или не хотим и во многом тот опыт который прошли наши предки является в нашей жизни значимым и определяющим в том числе и видите ли здесь такой совет дается с одной стороны опираться на это в здоровом смысле опираться на это для того чтобы исправить эти какие-то моменты не для того чтобы род спасти или предков своих спасти без этого чрезмерного треугольника карпмана истеричного спасателя нет мы эволюционируем мы как личности здесь душа наша эволюционирует в этом земном мире получает опыт она приходит через родовую систему получает тело и родовая система тоже та система которая тоже хочет эволюционировать тоже хочет развиваться все нормально все спокойно все здесь имеют одну и ту же общую задачу развиваться и поэтому тот опыт болезненный опыт нездоровый опыт который проходили наши предки который запечатлелся в нашей родовой системе в виде неких информационных каких-то капсул посланий установок неважно как мы это называем этот опыт нуждается в переработке и не истерично надо бежать сейчас всех спасать одним махом это невозможно это естественный жизненный процесс когда-то опыт был нашим предкам нужен и возможно этот опыт он их выручал спасал теперь он уже не нужен но он все еще присутствует в информационном поле например вашей родовой системы и здесь эта карта она советует очень хорошо в этом разбираться все таки работать с этим потому что на нас бессознательно влияют какие-то боли травмы полученные нашими предками и с одной стороны классно если мы научимся их обходить а не избегать обратите внимание это разные вещи избегать и обходить и в то же время мы не будем их бояться то есть нас это не будет останавливать и это не будет становиться для нас ограничивающим фактором но в то же время это позволит нам более ловко двигаться вперед то есть обходя эти ловушки таким образом мы будем перепрошивать какие-то программы и тем самым мы будем помогать и родовой системе и себе проходить какие-то уроки решать какие-то задачи получать какой-то опыт развиваться эволюционировать то есть здесь эта карта говорит найдите правильный баланс родовая сила может вас защитить она может стать вашим оплотом опорой поддержкой и тем самым источником не только навыков и талантов но также и опыта мы и трудности можем проходить оперевшись на знания в своей родовой системе потому что там кто-то когда-то что-то подобное уже проживал понимаете но в то же время при неправильном использовании при не экологичном использовании это может стать клеткой это может стать ограничивающим фактором когда мы сами не понимая почему будем тормозить бояться шаг выступить или еще что-то то есть это тоже будет наследием от нашей родовой системы но просто мы не будем это осознавать мы будем бояться иррационально каких-то там вещей людей и даже не будем понимать почему и это нам будет мешать двигаться по жизни и вот эта карта она дает совет найти этот правильный баланс пока не поздно то есть тема рода важна она является движущей силой жизни наши импульсы желания наша воля наши амбиции это все отсюда но в то же время да именно сила родовой системы она может также стать и основной помехой в этом смысле если существует да как-то неосознанно и взаимодействует с нами бессознательно и если еще там есть какие-то вопросы задачки вот такой замечательный получился расклад я хочу пожелать вам всех всем успехов приглашаю вас еще раз в программу 22 карата также приглашаю вас к индивидуальным раскладам разбором нумерологическим обращайтесь пишите для этого в личку всех вам благ пока